Человек, у которого здесь татуировка на руке с надписью «можно», да, это, конечно же, не тот человек, которому все было можно с самого начала. Кстати, сказка про Золушку в этом смысле потрясающая, потому что ее неправильно рассказывают. Как вы так себя запустили, что вы тут вообще молодящаяся старуха какая-то вообще. Поэтому мне вообще прям выгодно быть прям сильно некрасивой. Хорошее интервью дала Ире, но что это, где это не доработало? Взять глаза и вместо того, чтобы фокусировать наружу, их так развернуть внутрь. Волшебная таблетка – это очень крутая экономическая идея эксплуатации вот этой жертвенности, лени и инфантилизма внутреннего. Если все можно или все нельзя, когда ты взрослый, то очень важно, чтобы у нас таких было больше. Ну смотри, этот канал я назвала про красоту. Мне хочется говорить с моими гостями, друзьями, героями именно про это явление. Но оно же бывает разное. Разное очень. Вот. И мне хочется у тебя, как у психолога, как у НЛПшника, как у человека, который всем все разрешает и говорит, что можно, спросить. А что вот для тебя именно с этой точки зрения, тебя, такой Татьяны Мужицкой, да, красота? Ой, я с удовольствием об этом поговорю, потому что я в последнее время много об этом думаю. Действительно. Потому что мне интересно, это же само по всей слову «красота» же очень общее, и вообще непонятно, что это значит. Знаешь, у нас в НЛПе есть слово такое номинализация, замороженный глагол. Это когда вот, ну, например, человек говорит «работа». Что значит, кто работает, где работает, непонятно. Красота – это то, что такое замороженное, да, какая-то статуя. Но в жизни вообще не так все. Вот мне как раз скажут, что красота – это тогда, когда через человека, через растение, через интерьер, через произведение сквозит жизнь. Вот когда прям свет идет, вот это вот красиво. Вот мне кажется, что в этом дело. Отлично. У меня как раз для того, чтобы раскрыть эту тему, полнее, чтобы было понятно, как эту красоту в свою жизнь вести, есть очень много вопросов. Пойдем. Пойдем. Сегодня моя героиня, моя визави, человек, которого я очень люблю, люблю всей душой, смотрю, наблюдаю, слежу. И, наверное, это тот человек, который в свое время дал индульгенцию многим моим увлечениям, которые я, например, считала, ну, какими-то дурацкими. И несерьезными, потому что вот именно у нее есть это разрешение, какая-то формула «мне все льзя». Татьяна Мужицкая. Танечка, привет. Привет. Слушай, я не знала, что я какие-то индульгенции тебе давала. Мне казалось, что ты, в общем, сама по себе уже воплощенная звезда. Нет, представляешь, да, ну, все равно же сомневаешься во многих вещах, все равно каждый этап жизни – это поиск. И одна моя знакомая, она работала в твоей команде, принесла бумажку, ну, что-то вроде диплома такого, и там я такая-то, такая-то. Нужно было вот это вот все заполнить и дальше. И печать. Да, и печать. Вот, мне все можно. И я себе разрешила и тем самым открыла. А что есть на себе это? Ты знаешь, во-первых, я же очень много лет работала в утренней программе, вела утренний эфир, и сейчас этим занимаюсь. Но тогда было такое перепутье, нужно, мне хотелось расти, хотелось дальнейшего творческого пути. И я боялась от этого отцепиться и сомневалась в том, что у меня что-то получится вот самостоятельно, уже не просто как у ведущей, как у говорящей головы. И тогда мне попалась вот эта вот разрешительная бумага, которую я подписала. А дальше я даже не знала, что есть, что она принадлежит первому Татьяне Мужицкой, что это твоя выдумка. А потом цепочка событий, и я восстановила эту хронологию, и да, действительно обратила внимание, что там было твое имя. И вот так это произошло уже даже почти сколько? Десять лет назад. Вот это да, вот это да. Так что ты сыграла решающую роль в моей профессиональной судьбе. Я очень рада, мне кажется, миру очень повезло. Мир выиграл от этого сильно. Ну, я тоже этому очень рада. Ты знаешь, я на самом деле про судьбу, если говорить, вот с чего хотела бы начать. Вообще и в твоей карьере, да, в твоей работе очень много было раньше запросов на как раз, там, как определить, какая меня там ждет судьба, как загадать правильное желание, там, в чем мое предназначение и так далее. А сейчас вот я наблюдаю по аудитории, которая внимательно слушает все, что ты говоришь и делает, интересно разобраться в своем возрасте. Ну, понятно, что аудитория превалирует женская, и женщин это стало как-то больше интересовать, больше волновать, и больше хочется с этим разобраться. Потому что, да, безусловно, идут изменения у многих. Это такая тема, с которой меня очень волнует. Возможно, именно поэтому, как у меня такие люди, конечно. Мне же в прошлом году исполнилось 50 лет. Это же такой считается рубеж уже, да, когда прям действительно уже серьезные изменения внешние, там, внутри идут определенные изменения, опять же, женские, да. Мы понимаем, о чем речь. И, конечно, это очень волнительная история. И я сама себе эти вопросы начала задавать. А имеет ли право женщина за 50 на красоту? И вообще, имеет ли она право на проявления какие-то? И помнишь, у Жванецкого же был потрясающий, совершенно потрясающий монолог? Тебя просто он по возрасту еще не нужен, а у него такой был монолог на тему того, куда исчезли женщины за 50 с экранов телевизоров, где они вообще все? И они просто исчезли, ну, и у него там логика была, что из-за этого очень сильно теряет общество, что это самое ценное, что у нас есть именно эти женщины, да. И мне кажется, что это очень интересно понаблюдать, потому что из того, что я вижу, так называемый эйджизм, да, сейчас такой есть термин, превалирует в том, что женщины за 50 появляются как модели по чему? Средства от морщин, средства там от каких-нибудь болей в чем-нибудь, там, для памяти улучшения, для сосудов. Ну, то есть с ними все время что-то не так, как будто бы их все время надо улучшать или исправлять, или не дать им свалиться в Альцгеймер. Вот это мне очень как-то смешно. Ну, ты, потому что с этим не согласна, и тебе захотелось... Мне хочется об этом говорить, да, Альцгеймер. Но ведь ты еще это делаешь особым образом, то есть ты как ребенок, который получает какую-то вот необычную игрушку, начинаешь взламывать изнутри со словами, так интересно, как это работает, да. Но моя задача еще и собрать потом обратно, вот это очень важно. Ну, а при этом этот процесс, он похож на эксперимент, потому что ты раз, а я волосы сейчас покрашу, вот так, а я сейчас и строю себе такую фотосессию, и такую, и секую, и буду вот так, и вот так. А еще я окружу себя большим количеством людей, среди которых будет немало молодых мужчин, и вот так вот сделаю. И, ну, конечно, очень много из того, что происходит, мне хотелось бы узнать, что наисследовала ты про себя и про этот возраст. Слушай, ну, я, мне кажется, никогда не наисследуюсь. То есть, мне кажется, это процесс по жизни, те, которые занимаются люди, там есть такой, например, human design, они это даже как-то объясняют, глядя на мой профиль, говорят, а, ну ты там исследователь, типа, по жизни никогда не успокоишься. Я говорю, если есть где-то ему объяснение, это еще проще, то есть можно всегда сказать, нет, у меня такой профиль, и все. И продолжать заниматься тем, что тебе нравится. Я, вот ты говоришь, сама окружила себя таким количеством мужчин, или вот это все делаешь. Мне кажется, в этом нет прямо моего намерения. Дай-ка я создам себе свиту, там такой. Нет, оно естественным образом происходит, потому что мир откликается, люди откликаются на то, что ты посылаешь. Ну, вот есть разные радиостанции, да, вот у радиостанции, там, не знаю, какой-нибудь шансон, одна аудитория, у русского радио другая, у камеди радио третья, у серебряного дождя четвертая. И это маркетологи знают, что эти аудитории могут не пересекаться никогда. И мне кажется, любой посыл вот такой, то есть человек, он всегда в мире о себе сообщает что-то, да, он все время сообщает какие-то радиоволны, и кто-то на них откликается, причем кто-то на них, кто-то вообще не замечает, кто-то откликается с радостью, говорит, наконец-то, да, мы нашли своих, и нам так можно, и нам так нельзя. Кто-то откликается, фу, какая гадость, как так можно, как так вообще, так нельзя, надо с этим срочно что-то делать, надо с этим бороться, потому что мне пишут не только в поддержку, мне пишут, что такое вообще, как вы так себя запустили, что вот тут вообще молодящаяся старуха какая-то вообще из клоуна из себя делает. Да, мне по поводу волос, это сейчас уже в меньшей степени, потому что сейчас, кстати, если ты заметила, Москва стала гораздо более разноцветная, по крайней мере, Москва. То есть очень много появилось цветных волос, он просто даже, вот ты выходишь там куда-нибудь на бульвары, там много таких людей ходит. А в начале, когда это был конец 2020 года, таких нас совсем было немного, и на меня так вот люди реагировали, дети меня обожали всегда, они говорили, мама, мама, смотри, феи существуют. Показывали на меня пальцы, я им подмигивала, говорю, да. И у меня для них что-нибудь было всегда с собой, какая-нибудь открыточка смешная. Потому что это же задача, ну, как-то разбудить эмоции. Если человек может быть сам себе иммерсивный спектакль, то зачем, собственно говоря, скучать? Как сказал, знаешь, очень красиво, Полунин про это, он вообще один из моих героев, он очень красиво сказал, что, понимаете, все эти люди, все они серьезные, все они ходят серым-серым-серым, и хватит серить свою жизнь. Мне так понравилась эта фраза, не надо серить свою жизнь. Если ее еще прочитать, да, и споставить. Ну, естественно, да, да. Это уже ты там игра слов, пожалуйста. Ну, мне кажется, еще в этом что есть, как раз вот, что многие женщины серят свою жизнь до такой степени... Еще раньше причем. Еще раньше, да. Что, знаешь, и вроде вот рубеж, да, как раз кризис среднего возраста примерно в это время наступает где-то в районе 40-45 лет, когда подводятся какие-то промежуточные итоги. И в силу, опять же, предпосылок внешних мы очень часто и много сейчас и подробно себя сравниваем со всеми остальными, и, как правило, не в свою пользу сравнение получается, потому что и с мужьями чего-то, и дети какие-то не те выросли, и у нас карьера не задалась и так далее. И получается, что вдруг возникаешь ты, и ты что-то такое транслируешь, и, с одной стороны, очень хочется этому следовать, а, с другой стороны, ну, как бы ты вот флагман, ты локомотив, тебе все можно, ты себе разрешила. А как себе разрешить, если ты живешь в обычном небольшом городке российском, да или не российском, каком угодно? Как тогда быть? Не пойдешь? Здесь очень важно, ты сказала, несколько важных вещей, на которые мне прям хочется пристально внимания сфокусировать. Да, первое. Я себе это разрешила. Именно. Человек, у которого здесь татуировка на руке с надписью «Можно», да, это, конечно же, не тот человек, которому все было можно с самого начала. Рыба не видит воды, в которой она плавает. Конечно же, нет. Именно потому, что я регулярно над этим работаю с самого начала. Я была девочка, которая не ходила в детский сад, которая, ну, по состоянию здоровья, да, и я просто очень нуждалась в общении, я никак не могла найти нигде своих. Я все время была чужой, не умела встраиваться. Мне говорили, что я некрасивая, хотя я смотрю свои фотографии юношеские, там, детские, мне кажется, я была прекрасная. Но мне говорили, что я, ну, такое себе, да. Ну, вот такая была среда. Меня не брали там ни в балет, там, ни в танцы вообще ни в какие. Я была высокая. Мне говорили, ты бревной, иди отсюда. Представляешь, вот так вот. Я с таким росла. Ни в какую даже секцию меня не брали. Единственная секция спортивная, куда меня взяли, было фехтование. Здравствуйте. Я просто отдавалась этому очень страстно, потому что мне то там было можно. Туда брали всех. Вот. И я, естественно, туда прибежала. И поэтому вот эта вот очень важная штука, что я себя все время... Есть такая картинка в интернете, она на меня произвела когда-то большое впечатление, я ее увидела. Там девушка сама себя из такой глыбы камня вот делает... Высекает. Высекает, да, сама себя. Это то, что со мной происходит всю жизнь мою. Я все время себя из этой заготовки, как сказала, по-моему... Кто сказала? Ну, главное, отсечь все лишнее. Кто сказал? Это Леонардо да Винчи или Микеланджело, по-моему. Не помню, честно. Да. Я отсекаю вот это вот все лишнее для того, чтобы до своей сути добраться, до истины. Потому что я честно считаю, что каждый человек, он безумно красивый изнутри. Безумно. Что он действительно... Его наполнен светом, он действительно творящее существо. А дальше, как в уникдоте в еврейском старом, говорит, Рабинович, как вы могли жениться на такой уродине? Рядом с вами были красивые женщины. Как вы могли выбрать такое? Вы не понимаете, Абхам, моя жена прекрасна своей внутренней красотой. Внутренней красотой. Так надо уже вывернуть ее на изланку, наверное, тогда. И вот эта вот история про то, что выворачивание... Мне тоже все время объясняли. Ты некрасивая снаружи, поэтому давай работай над внутренней красотой. Я работала над внутренней красотой всю свою жизнь. Но в какой-то момент мне стало совершенно очевидно, что если не выворачивать, в кавычках, наизнанку, то ты так со своей этой внутренней красотой под бетонным саркофагом и помрешь. И никто об этом не узнает. А вот как раз, когда я говорю про радиостанцию, обмениваться с миром вот этими волнами, что я говорю, что вот есть вот это, смотрите. Они такие, о, а у нас вот что есть. Мы сейчас с тобой перед эфиром, перед нашей съемкой, обменивались подарками, с вот такими горящими глазами. Это были, наверное, две десятилетние девчонки, которые там, смотри, а вот у меня что есть, а я тебе вот что, а я тебе вот это. И вот в этом был такой момент жизни искренний. Понимаешь, что вот мне кажется, из этого жизнь состоит. И если мы будем пытаться ее подсерить, ну, под какой-то вот этот вот бетонный саркофаг всех умещать, и говорить, не, не, не проявляйся, пожалуйста, будь стандартным, нет, 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 давайте всем одинаковые носы, одинаковые губы сделаем, там все будут одинаковую одежду носить, то мы приближаемся к какой-нибудь антиутопии, типа Оруэлла, ну, или там Матрицы, вот это все. Зачем? Когда мы все внутри действительно волшебники, боги и, ну, не знаю, прекрасные совершенно существа. Ты знаешь, сейчас просто, наверное, еще много непонятного в этом мире происходит, и женщины просто как эмоциональные существа ярче, наверное, на это реагируют. Почему? Потому что мир меняется, и вот сейчас вот именно в этот период он изменялся как-то глобально. Ну, вот даже согласись, что, не знаю, там какая-то традиция собираться на праздники вместе за одним столом и, например, петь песни, которая еще была, ну, там, ну, 10-15 лет назад. Думаешь, нет ее уже? Ну, я редко где встречаю. Потому что в ресторанах стали собираться. Да, потому что изменилась эта традиция. Много чего. Так вот, если перебрать из того, что состояла наша жизнь, из каких-то вот таких вот вещей и бытовых, и каких-то вот социальных, все очень-очень-очень изменилось. С одной стороны, стремиться вот к каким-то там стандартам, которые задают откуда-то пришедшие тренды, а с другой стороны, я даже не знаю почему, но очень изменилось. И получается, как по-старому уже невозможно, а как по-новому непонятно. И женщина, откликаясь на это, находится в постоянном поиске. И особенно, наверное, это актуально вот тогда, когда тебе 45-55, потому что у тебя тоже совпадает это с такими глобальными изменениями. Ну, стареют, очевидно, родители, которые были взрослыми и превращаются уже в таких детей. Дети, наоборот, вырастают и уходят. У тебя самой, может быть, тоже кто-то, кто с кем ты прожила жизнь, уходит из твоей жизни и что-то меняется. Много всего пересматривается, и с этим реально тяжело справляться. И хочется обратиться к опыту вот человека, который производит впечатление, что понял, как с этим быть, как с этим жить. Ну, ты понимаешь, это как у Галича была такая песня «Бойтесь того, кто скажет, я знаю, как надо». Я, конечно же, как ты говоришь, понял. Ничего я не понял, я в процессе. И мне кажется, понять ничего невозможно однозначно, раз и навсегда, ровно по той причине, которую ты назвала. Мы живем сейчас в очень быстро меняющемся мире. Ну, правда, жизнь пять лет назад просто как будто это была другая эпоха вообще. И страна была другая, люди были другие, бизнес был другой, мечты были другие совсем. А всего-то пять лет назад, казалось бы, какой-нибудь 18-й год, господи, вообще другой был мир, да, еще до ковида. Поэтому нельзя ничего понять, но можно понять одну самую главную вещь, что то, что точно совершенно стабильно, это то, что мир меняется. Что ты будешь понимать все время. И искусство вот этого быть максимально заинтересованным в мире, максимально собирать информацию, как сегодня обстоят дела, постоянно что-то меняется. И это надо отслеживать. Вот даже вплоть до такого у меня в районе поменялась немножко схема движения. У меня был круг, круговое движение. И там были правила такие, что у круга приоритет, правда? Ну, по правилам дорожного движения, те, кто по кругу, у них есть право приезжать первыми. А вот уже две недели, как, круговое движение убрали. И нету там знака «уступи дорогу», и нет знака «круга». И вот это очень большой к тебе вопрос. Ты едешь так, как ты привык, и ругаешься, какого фига вы нас не пропускаете тут, да? Или ты едешь как реально, то есть у них нет знака «уступи дорогу». Они, если это обычное движение, а не круговое, у них приоритет. Можно сколько угодно ломать копию и говорить, а раньше было вот так, а правильно вот так. Может быть, но они не в курсе. Те люди, которые не жили в этом районе, просто так приехали. Поэтому каждый раз получается, что нам просто придется, мы вынуждены каждый раз договариваться о правилах. И вот ты говоришь, сейчас люди не поют. Они сейчас, например, поют в караоке. Или они специально едут куда-то в поход или на шашлыке за город, там сидят у костра и поют. А дома почему-то не поют. Ну, не знаю почему. Может, они уже действительно дома перестали собираться. А теперь, например, детские дни рождения. Я точно знаю, что большинство людей устраивает где-нибудь в детском кафе, дома. Даже я тоже, когда у меня дети были маленькие, я помню, что вынуждена. Они, кстати, вспоминают это как одно из самых счастливых времен, когда у нас у обоих детей, у них в марте день рождения, что мы их отмечали дома, у меня просто была сломана нога. И приходилось выдумывать что-то на ходу. Они говорят, это были лучшие дни рождения, потому что мы придумывали что-то дома. Поэтому мне кажется, что вот такие времена, они заглубляют человека, заставляют и женщину, женщины реагируют очень тонко, заставляют задаваться вопросом, а я-то здесь вообще где? А я чего хочу сейчас? А что для меня по-настоящему важно? И если я вдруг понимаю, что мы потеряли вот этот момент, что мы собирались и пели песни, значит, моя задача сказать, ребят, на мой день рождения мы собираемся и поем песни дома, я так хочу, или на Новый год. Вот такой план. Мне кажется, это важно, давайте попробуем это восстановить. Потому что сейчас, говорят, что они следят за трендами, тренды очень, как бы это сказать-то. Ну вот смотри, женщина, которая 45-50, да, это я, ну и мое поколение. Мы привыкли, что такое тренды. Но когда мы росли, было всего пять программ по телевизору. Пять. Пятая появилась, ленинградская появилась только, а тут было вообще четыре. Фильмов, соответственно, там было всего 20 штук, которые все цитировали. Мультфильмы тоже все знали наизусть. Общая, какая была строчка в песне «У машины времени» – наше общее детство прошло на одних букварях, да? И мы привыкли, что по этим трендам все было очень понятно. Стругацких читал, не читал, то есть все понятно. А сейчас огромное количество информации, огромное количество фильмов, каналов, YouTube-каналов, там, передач, подкастов, книг. И ты можешь не пересечься вселенными никогда вообще. То есть, например, там у меня дети иногда сыпят какими-то названиями аниме каких-то сериалов, которые они смотрят. Ну, в детстве я прямо, когда они были маленькие, я с ними специально это смотрела, потому что я должна была понимать, о чем они вообще, о чем они думают. А сейчас мы как-то оторвались друг от друга в этом смысле. И то мы сохранили традицию раз в неделю, мы собираемся, смотрим какой-нибудь фильм, все вместе по очереди предлагаем и обсуждаем его, чтобы сохранять какое-то общее поле пересечения, потому что можно очень далеко уйти. И поэтому вот глубина будет заключаться ровно там, вот это заглубление, чтобы понять, каким своим трендом я хочу продолжать следовать. Вот прям берешь на линию времени свою, смотришь, говоришь, ага, от чего я получала больше всего удовольствия всю свою жизнь. Вот когда мне было 10 лет, когда мне было 20, когда мне было 30, когда мне было 40. Возможно, именно этот источник ресурса имеет смысл сделать трендом и сохранить. Как я говорю, сохранить настройки такой реальности. И ты вот сказала фразу, которая забавная, тоже мне там пишут, что ты вот окружаешься там молодыми мужчинами. Нет, не в этом дело. Я себя всю жизнь очень хорошо чувствую среди творческих людей, среди умных людей. Там я сапиосексуал, если хотите. Мне нравятся умные люди, я очень люблю мозг. Они могут быть женщины, мужчины, они творят, они что-то делают. И я среди них себя очень хорошо и тогда чувствовала, ну, искала этого общества, да, и потом. Но я никак не знала, как туда попасть, потому что я была из другой среды, не из артистической, да, я была из среды, там, технарей. Поэтому КВН там, поэтому была какая-нибудь бардовская история там, да, поэтому какие-то профсоюзные какие-то штуки, где хоть как-то можно было к ним попасть. В какой-то момент я поняла, что мне проще создавать такой мир, куда они сами будут притягиваться. Я стала проводить тренинги, собирать сообщества, какие-то книги писать, марафоны. И эти люди сами ко мне приходят, говорят, у тебя тут можно, у тебя тут оранжерея, поворачиваю не талант. Отлично, это правда. И да, среди них есть и молодые, и прекрасные мужчины. Я очень рада этому. Но там очень много разных людей, да, вокруг. Но можно и такую историю как-то из этого выстроить. Я буду очень даже за. Поэтому здесь мне нравятся молодые люди, молодые душой. Потому что есть молодые люди, которым 29, а они как в стишке-пирожке. Знаешь, у всех есть внутренний ребенок, а у Аркадия внутри жил с детства средних лет мужчина, усталый, сгорбленный алкаш. Это жуткие зануды, которые вообще уже там все знают, ничего не интересно. Они все знают, я все знаю, это я знаю, это дорого. Да что мне рядом с ними делать-то? Мне интересны исследователи, мне интересны те, кто рискует, мне интересны люди с юмором. Опять же, ну вот. Ты знаешь, еще же, что здесь очень важно, да, помимо ощущения себя вот такой свободной, привлекательной, наверное, слово «успешная» сейчас тоже вот. Да, о боже, то еще одно замыльное слово «успешный успех», это уже прям, понимаешь, тренд для анекдотов. Ну, тем не менее, я лично успешных хранительниц очага встречала одну. Зачем человеку употреблять масла? Растительные жиры нам необходимы для роста, восстановления новых здоровых клеток. Они улучшают состояние многих систем организма, активизируют синтез белков, останавливают воспалительные процессы, помогают регулировать уровень холестерина. Но для того, чтобы витамины и жирные кислоты оставались в составе продукта, нужна определенная технология. Этой технологией, кстати, пользовались наши предки. И она является самой эффективной с точки зрения сохранения всех полезных свойств ореха и семечки. Каким должен быть производственный процесс правильного масла, помимо качественного сырья? В дубовых бочках, при низких температурах, без соприкосновения с металлом и под заказ. Такое производство, как у компании «Трава», позволяет соблюсти все эти требования. Поэтому масло получается вкусным и суперполезным. И, конечно, многофункциональным с точки зрения использования. Лично я не только добавляю масла в салат и кашу. Мои любимчики, кстати, миндальное масло с белым трюфелем. Просто божественный вкус. И кедровое масло. Овсянка с ним просто объедение. Кроме того, полоскание рта маслом – это тоже любимая мной утренняя процедура, которая не только предотвращает появление кариеса, но и купирует всевозможные воспалительные процессы на слизистых ротовой полости. Ну и массаж и уход с косметическими растительными маслами, разумеется, тоже. Потому что это и восстановление защитного барьера кожи, и питание, и увлажнение. Я использую не только как основу для массажа, но и добавляю буквально несколько капель в свой крем. У травы 16 видов масел. Все по-своему полезны и нужны. Мой топ-3 – миндальное с неповторимым ароматом трюфеля. Льняное масло, главное богатство которого – это сочетание ненасыщенных жирных кислот. Ни одно растительное масло не имеет такой концентрации. Ну и масло черного тмина тоже всегда под рукой. Это мощное противовоспалительное средство. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с маслами компании Трава. Все остальные… А что это такое? Расскажи мне. Ну, это то, что делает женщина традиционно, скажем так. Вот она хранительница очага, то, что изначально было заложено природой. Ну, ты же встречала одно, она какая? Она очень, ну, такая вот ведущая домашнее хозяйство, которая… У нее семья стабильная. Да, семья, да, она вот в этом, но она успешная хранительница очага. Она не страдает от того, что она не занимается чем-то еще, а занимается только этим. Она в это погружена, любит это, самореализуется там. И все ей хорошо. Просто неуспешных хранительниц очага достаточно много. А есть еще просто успешные нехранительницы очага. Нехранительницы. Которые хотят… Да, для них это, да, это очень-очень важно. Но в какой-то момент, вот как раз примерно тоже где-то 40-45, все упираются в то, что я же женщина. Вообще-то меня природа женщиной создала. И дальше начинаются женские курсы, возвращение себя к женственности и так далее. Но проблема в том, что общество наше устроено таким образом, что оно поощряет, ну, как скажем так, мужскую, да, какую-то вот составляющую. Не знаю, там, рабочий день такой же длины еще. О, там что-то конкурентная какая-то среда. И феминистки боролись за эти права, конечно, и поубедили. Да, да. Но здесь вопрос в том, что женщина в какой-то момент, вот как раз на рубеже 45-50 лет, упирается в вопрос, а я же женщина, да, и вообще-то успешность женщины, она в другом. Вот в чем она… Мне кажется, тут вот что и происходит. На рубеже 45 лет женщина вдруг понимает, и мужчина вдруг понимает, человек вдруг понимает страшное, прям, правда, страшную вещь. Он вдруг понимает, что мир устроен не так, как он всю жизнь думал, что нет никаких «женщин» в кавычках, с табличкой такой, нет никаких мужчин. Это же очень большое обобщение. Ну, то есть это только гинеколог знает, что есть женщины, да, эндокринолог знает. Ну, просто есть гормоны там, которые отвечают, что женщина-то и мужчина. И то сейчас говорят уже тоже они так. Сбой довольно сильный, гормональный общий тренд такой. Но в этот момент человек вдруг понимает, что он должен выбрать себе некие ролевые модели. Соответственно, они могут быть с учетом гендера. Это не пол, а гендер. Гендер – это социальная история. Когда я понимаю, что я женщина не по наличию, там, гормон эстрогена, а женщина как социальная реализация, ты говоришь. Я задаю себе вопрос, ролевые успешные модели женщин для меня – это кто? Ты же с этого начала, ты сказала, я встречала одну хранительницу очага, и я стала тебя спрашивать, расскажи мне, кто это? И вот это самый интересный вопрос, который сейчас могут задавать друг другу женщины, например, или мужчины. Расскажи мне. И вот на женские курсы они ходят там, где… Они же очень разного качества есть, как и везде. Есть там такие совсем, ну, прям, где очень низкий какой-нибудь интеллектуальный уровень, а есть очень глубинные там какие-то, да, связанные там с духовностью. В хорошем смысле этого слова. Опять же, есть плохой смысл этого слова. Мы в очень интересном мире живем. Все вот эти шутки по поводу того, духовным ростом занимаешься – ай-яй-яй. Ну, это же все туда же, да? То есть вот такая модель женщины. Вот этот вопрос, каким ролевым моделям я себя сейчас готов или готова, да, прикрепить, куда в себя, в какой костюм, собственно, себя засунуть – это очень серьезный вопрос. Потому что женщины сейчас очень разные, и все они, вот действительно, здесь, пожалуй, будет… Мне кажется, что такое успех? Это же тоже очень большое обобщение. И мне кажется, что показатель успеха ровно в этом. Если человек доволен своей жизнью, если у человека, заметьте, я не говорю «человек», если у человека глаз горит, да, и он доволен тем, как он проводит утро, день, вечер, ночь, как он проводит там, ну, хорошо, из 365 пусть будет 320 дней в году, то он успешен, чем бы он ни занимался. Он может выбрать, что он живет на дачу и разводит кур, и ходит, значит, в резиновых сапогах, и отлично себя чувствует, как в этом анекдоте, да, когда Марья Ивановна… Ой, я вас не узнал. Подождите, Марья Ивановна, нагнитесь. А, узнал. Все, да, да. Вот, конечно, если на огороде, то я вижу только у вас с этого ракурса, то вот теперь узнал. Да. Вот это же тоже может быть показателем успеха. И как раз к этому возрасту человек становится вдруг свободен. Почему? Потому что он разочаровался в сказке. Ему рассказывали, именно нашего поколения. Нашему поколению рассказывали сказку о приближающемся коммунизме. Нашему поколению рассказывали сказку, что вот есть, наконец-то, мечта наших родителей сбылась, да, сытая жизнь, предсказуемая. Вот есть вклад на 18-летие, тысячу рублей ты получишь. Бабушка откладывала мне и говорила, вот ты получишь там тысячу рублей. Это бешеные были деньги, да. Очень все было понятно. Надо, если ты хочешь, чтобы тебя окружали интеллигентные люди, обязательно надо закончить не 8 классов, а 10. И обязательно пойти в институт. Не потому что там какая-то профессия, а потому что, ну, ты же интеллигентный человек. Как-то все было очень выстроено. И оно же у нас все рухнуло. 90-е это и вклады эти рухнули все просто тут же. Деньги обесценились. Мы все это наблюдали. Вот это все крушение. И говоришь, надо как-то пересобраться. Конечно, мы это умеем делать лучше всех. Наше поколение самое устойчивое ко всем переменам, потому что мы в этом росли. Как закалялась сталь. Часть вторая, да. Только спустя там, да, сколько-то там лет. 80. Ну, меньше даже. 50, да, сколько же? 60. Да? Вот. И мы, поскольку изначально понимаем, что нет ничего стабильного, мы постоянно из этих кубиков что-то собираем. У нас нет ни одной стабильной конструкции. Как только ты себя собрала как женщина, понимаешь, тут раз и климакс пришел. Только ты себя собрала как женщина, тут раз и молодой парень у тебя появился. Значит, бац, опять надо все подруг. Только тут раз, и мы на мотоцикл пошли. Все, ты пересобираешься все время. Ты не можешь собраться в такую конструкцию. Она рухнет и разобьется. Вот эта ваза, она упадет и разобьется. А из кубиков оно рассыпется и соберется заново. Поэтому, мне кажется, вот в этом основной, как ты говоришь, тренд сейчас современной женщины в этом. И она себя ищет не целиком, а из каких составных частей складывается ее счастье, от чего у нее горят глаза. Молодой человек, там у меня был один очень такой аскетичный, он всегда такой говорит, что надо, чтобы все было. Интерьер, там у него дома была такая черно-белая квартира, так все. И он ко мне пришел, говорит, что это такое? Зачем? У нас с ним были отношения. Зачем тебе столько чашек вот этих? У меня чашек очень много, больше ста разных кружек, авторских, там у меня коллекция классная. Зачем тебе столько чашек? Говорю, я с детства так устроена, что у меня мама говорила, что хочешь, одну большую дорогую куклу или много маленьких пластмассовых игрушек? Я говорю, конечно, хочу много маленьких, потому что можно с ними играть. И мне, говорю, я так устроена, что мне надо, чтобы у меня в жизни обязательно было чего-нибудь много, как краски, из которых я играю эту жизнь, да, выбираю. Говорю, поэтому лучше, наверное, ему, говорю, так с ржачем, говорю, наверное, лучше пусть у меня будет много чашек и один мужчина, чем одна чашка и много мужчин. Он так говорит, это вообще невозможно, что-то такое действительно. Ну и поржали. Говорит, да, хорошо, пусть у тебя будет много чашек, я понял, да. Вот, поэтому это вот вопрос, из каких элементов состоит, ну, состоит эта женщина, да, из каких кубиков ты ее складываешь. И сейчас, мне кажется, помните, что такая была у нас, из чего же, из чего же, из чего же, сделаны наши мальчишки, сделаны наши девчонки. Если задаться вопросом, из чего же сделана наша женщина, да, та, которая нравится мне, та, которой я хочу быть. И может оказаться, что там вообще очень мало того, чему меня учили всю жизнь, например, или что от меня требует общество, например, там. Может, там вообще не про крем от морщин совсем. Может быть, там вообще совершенно про, не знаю, дикие танцы и вот эта вот прекрасная бегущая с волками, как главная книга, а вовсе не женский журнал «Вок», допустим. На это нужно иметь смелость, для того, чтобы именно на это опереться. И многим ее, как мне кажется, не хватает. Конечно. И где ее брать, эту смелость, да, тоже не очень понятно. Потому что звучит это все здорово. И я бы хотела применить это как-то в своей жизни и сделать. Но вот, знаешь, как у тебя получилось, люди смотрят, говорят, да, может быть, получится. Ну, подожди, 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 подожди. Ну, ведь нужна... Нет, я не соглашусь с тобой, я с тобой поспорю. Смелость нужна на то, чтобы сделать какие-то, предпринять решительные шаги. Я никогда к этому не призываю. Мне как раз не нравится идея революции. Я говорю, что наш путь не революция, а эволюция. Буквы «Р» надо выкинуть здесь. Потому что на то, чтобы начать обращать внимание... То есть сейчас, я поняла, как это объяснить. Самая большая смелость в данном случае понадобится вот на что. На то, чтобы взять глаза и вместо того, чтобы фокусировать наружу, их так развернуть внутрь. Я говорю, что у меня там вообще... Кто я вообще есть-то? Вот это требует смелости, потому что там ты можешь обнаружить вообще не то, к чему ушла все свои 45, 50, 55 лет. Но это того стоит. Главное – задать вопрос себе. Я где? Я кто? Что мне интересно? И ничего не меняя пока. Самый большой риск ровно в этом. Перестать смотреть на окружающих. Как ты сказала, ты начала с этого. Что мы сравниваем себя с другими людьми не в свою пользу. Вот этой стратегии нас научили очень хорошо в школе. В советской. В плохой советской школе. Там были разные тоже у нее аспекты. Но там всегда обязательно найдется какой-нибудь параметр, по которому ты хуже всех. А мне пытались в детстве навязать. Он говорит, вот Боря, там у нас был сосед по даче бабушки. Он отличник. Я говорю, да, но при этом он зануда. Вот у него там одни пятерки. Он умный. Говорю, у него друзей нет совсем. То есть много есть точек, как бы точек сравнения. Много есть фокусов внимания. Через что? Через какую призму ты на себя смотришь? Что такое хорошо и плохо? С чем ты сравниваешь? Хватит себя сравнивать с другими людьми. Вот в чем самый большой слом эпохи случился. Что они начинают делать? Они же мне все пишут. Что они начинают делать? Они начинают задаваться вопросом. Я сейчас попробую изобразить это. Я их ни одной не видела. Они же пишут мне. Но я думаю, что это выглядит примерно так. За что мне это? За что? Вторая фаза. Почему так произошло? Оба варианта неправильные. Знаете, как должна появиться такая лента? Не надо так. Такой хэштег есть. Не надо так. Вот на албанском современном языке. Как надо? Надо вот сказать. О, как? Первое. Второе. Я не помню, у нас программа 18+, или нет. Я иногда использую матерные слова. У меня мой друг, между прочим, Игумен Егений, научил меня очень важной фразе. Вместо фразы, что за пиздец надо говорить? Надо же, как интересно. Это Игумен Емени научил меня. Это, значит, следующий этап. То есть, о, как? Второе. Надо же, как интересно. И третье. А третье. И что я теперь хочу? Это самое главное. Ни за что мне. Это ни почему. Я чего хочу? Где здесь я? И может оказаться, это, собственно, очень часто происходит, что уже 15 лет я этого мужа ненавижу, что уже 20 лет я там говорю, что он вообще козел, мечтаю, что он когда-нибудь изменится, а он все никак не меняется, я никак не могу его как-то переделать. Или может оказаться, что уже последние лет 5 я вообще там не помню, как он вообще в постели выглядит, потому что он спит на диване, и у него все время совещание, и, в общем-то, ничего не изменилось с того момента, когда он ушел, кроме того, что он меня там оскорбил и сказал, что он ушел. Господи, как в том анекдоте, когда старый советский анекдот, как у Кавказца умирает жена, и он ходит, значит, такой по дому, и говорит, и тут ее нет, и там ее нет, и тут ее нет, и там ее нет, и там ее нет, и тут ее нет, и там ее нет, вот, может оказаться, что человек хотел свободы всегда, и, наконец-то, ее получил. Просто он обижен на то, что это не она его бросила, а он ее. Ну, какая разница в данном случае? Это уже иерархия, такие иерархические битвы, как у меня в книге роман «Самим собой» про это, там есть янские вот эти всеигрища, и оказывается, что вот в этом самая большая обида. А может быть, страшно остаться одной, потому что вот она 20 лет с ним прожила, вот тут все, как говорится, перерубили, и бог с ним, даже если он не ушел к молодой, а просто куда-то там ушел, то она-то, я одна, и что делать, а где искать, их же нет вокруг, и вообще мне 50 лет, я уже, в общем, с морщинами, и там еще с чем-то, никому ни за что не понравилось, ну, и так далее. И вот тут, опять же, начинается интересное, потому что здесь тоже есть несколько слоев. Слой первый, остаться одна, если она всю жизнь, правда, была хранительницей очага, потеряла профессию, работу, деньги, не знает, как выжить, это одна история, и тогда, напоминаю, что это очень опасно, и даже если ты очень хорошая хранительница очага, крайне важно сохранять какую-то связь с миром и понимать, что ты обладаешь все равно некой ценностью, как самостоятельная единица, и если что, можешь эту ценность обменять на деньги, на другие блага, как угодно, но ты можешь какую-то пользу миру приносить. Да, я знаю таких людей, которые, например, прекрасная хранительница очага, вот такая вот, оставшись вообще без всего, она сказала, окей, что я умею делать лучше всего, как раз наводить уют и порядок, пошла в ближайший салон красоты, сказала, я у вас администратором тут поработаю, они сказали, с этой должности все убегают, говорят, ну, мне некуда бежать, я поработаю, и дальше там, за 10 лет человек выкупил там салон, уже, если у человека есть понимание, что он может, он может. Второе, это очень важно, вот эти вот мысли, все, мне уже 50, я никого не найду, моя любимая игра, значит, откуда берется, так называемый нарратив, человек сам себе сказочку рассказывает, я перевожу умное слово нарратив, что это значит, человек сам себе рассказывает сказочку, и говорит, ну, я же вижу, вот одна несчастная женщина, вот вторая, вот третья, и я тоже, а зачем себя, значит, с этими женщинами отождествлять, а мне кажется, гораздо интереснее, как такой стишок-пирожок, моя коллекция оргазмов, вчера пополнилась еще одним прекрасным экземпляром, пойдемте, кстати, покажу, гораздо интереснее собирать коллекцию примеров, у кого получилось, вот как только ты попал в какую-то ситуацию, тебя уволили, там, бросил ему что угодно, давай посмотрим, прямо вот, помнишь, такая была песня, Это очень крутая песня, мало того, у меня есть прям, ну, опыт, я смотрела, такое видео было на ютубе, было лет сколько-то там назад, тогда под эту песню сделал клип семья чувака, деда такого из Израиля, они всей семьей, дед, соответственно, он был даже уже прадед, они все приехали, кажется, в Дахау, я не помню, в какой-то из лагерей, вот я говорю, у меня прям мурашки, всей семьей большой, там, человек 15 их было, с внуками, с правнуками, они приехали туда, и там станцевали под эту песню, сделали клип, вот реально, мурахи, вот, а что такое, я выживу, да, я выживу. я выживу, это настолько жизнеутверждающее действо, когда, значит, ну, что от меня, а он, ну, собственно, сделал, потому что он там был, в этом лагере, ну, вот, собственно, спасся, выжил, и вот, вот все мое, собственно, окружение, вот вся моя семья, огромный род, который благодаря этому здесь, и мы станцевали. вот желание не признавать себя жертвой, а сказать, я выживу, и мне очень интересно посмотреть, как это еще у кого происходит. Я помню, что у меня в свое время очень держало, как раз в момент кризиса, Фрэнки Шоу, вот такое было у Димчога, много, на серебряном дожде было, и сейчас много серий этих есть, там 300 жизней, и они все очень драматические, но, как ни странно, они все жизни разных гениев, и там огромное количество разных трагических событий, но внутри каждый раз оставалось какое-то невероятное чувство силы того, что оказывается, да, подъемы, и вот этого я выживу, я знаю, как жить, потому что человеческое существо жить очень хочет, биологическое тело очень хочет жить, и находить себе правильные примеры, вот когда ты говоришь, что я не выйду уже замуж, значит, прямо поставить себе по поиск, погуглить, женщины, которые обрели семейное счастье после 60 в мире, например, у меня есть, кстати, потрясающая тетка, которую я смотрю с огромным удовольствием, модель, на которой я прямо равняюсь, по-моему, Айрис Апфель ее зовут, ей 105 уже лет, или 104 года, невероятная красотка, она какие-то красочные какие-то наряды, какие-то огромные очки темные, какие-то молодые парни вокруг нее все время, только по-настоящему молодые, ей 104, напоминаю, не так, как у меня, типа, на 20 лет моложе, а так лет там на, находите примеры, которые вас будут поддерживать, а не те, которые будут вас убивать, вот этому я все, когда я говорю можно, я не имею в виду, что надо выходить, и теперь, понимаете, совершать всякие глупости, жрать мороженое при диабете, нет, я говорю, можно находить примеры того, что тебе поможет поверить в то, чего ты хочешь, но для этого надо задать себе вопрос, чего я хочу, они же себе такой вопрос даже не задают, они говорят, надо хотеть в моем возрасте вот этого замуж, а может я не хочу замуж, а может мне не надо, может мне достаточно, что мы встречаемся раз в два месяца, чаще не надо мне, это тоже, кстати, пишут мне женщины. А ты знаешь, мне кажется, может быть еще здесь что создает помехи, чтобы вот услышать и понять, что я на самом деле хочу, это очень сильный страх, вот у нас же очень много примеров, нам тоже все время из каждого утюга говорит, окружите себя примерами, вот на кого вы хотите равняться, на кого вы хотите быть похожи, есть 50-летняя прекрасная женщина, Женнифер Лопес, я не знаю, там Карла Бруни, Николь Кидман и так далее, вот-вот же эти женщины есть, наши женщины смотрят и грустнеют, потому что говорят, да, эти женщины есть, но у них есть и возможности, которых у нас нет, и здесь самое главное, что добивает, это внутренний вот этот вот страх. Сейчас гадость скажу, можно? Скажи. Значит, сейчас прям ужасно, прям отвратительно, сразу предупреждаю, прям лучше, если прям сильно боитесь всего этого, прям лучше звук выключите. Значит, вот для таких людей я очень рекомендую регулярно посещать соревнования наших параолимпийцев. Да, именно их. Да. Когда мы говорим, что вот у них есть, люди без ног, без рук, люди вообще с, там, к параличу, олимпийские игры выигрывают. Понимаете? Вот это что, какие у них возможности, такие есть. Хорошо, ну это я совсем грубый пример, это опять все туда же. Бессмысленно взять себе такой пример, на который ты понимаешь, он от тебя далек. Ну, условные там, они миллионеры все, да, ну окей. Значит, нахожу в гугле, пожалуйста, история, которая, ну, таких историй много, специально нахожу женщину из маленького городка, которая без денег совершила вот это. Мне нужно изначально, это же тоже НЛП, мое любимое, мне нужно изначально действовать по принципу подстройки и ведения. Если нет подстройки, если нас изначально ничего не объединяет, бессмысленно об этом рассказывать. И в этом смысле как раз смешно это было. У меня был прямо, я когда худела, уже был прямо такой у меня радикальный момент, когда надо было понять, зачем мне этот лишний вес, что он мне вообще делает. И был уникальный, кстати, удивительный один из ответов. Я прям смеялась, когда он вдруг пришел. Я вела тренинг зеркала, он танцевально-двигательный. И когда меня люди видели, я говорю, слава богу. Я говорю, что слава богу? Ну, когда приходишь в какую-нибудь школу танцев, там такая вот типа Ира прекрасная девушка, ты на нее такая тетя смотришь, говоришь, ну, я такой никогда не буду, поэтому бессмысленно. Она на тебя посмотришь, ну, если это может, так и я смогу тогда. Поэтому мне вообще прям выгодно быть прям сильно некрасивой. Ну, в качестве подстройки. Я, конечно, к этому не стремлюсь, но это было прям смешно. То есть для моей профессии оказалось очень даже нужным качеством, что люди смотрели на меня и понимали, что им безопасно, что они примерно из этой серии. Поэтому надо находить своего уровня и чуть-чуть выше, не на 10 порядков выше, а так вот примерно на шаг-два впереди. И если вы захотите таких историй найти, вы их найдете. Вот что, вот что, к чему я призываю. Я же, это все туда же, не вот это, за что мне и почему. Потому что если человек вот в этом варится, он находится в состоянии жертвы и не найдет никогда ничего. Очень быстро угробит себя какой-нибудь психосоматикой, легко вообще. Или какими-нибудь уколами красоты, пластической хирургии и так далее. Потому что таких примеров тоже очень много. Как переделанные, перекоцанные лица, фигуры и так далее. Но это без страха не взглянешь, и это уже совершенно другой человек. А притягивает энергетика, горящие глаза и собственная энергия. Здесь интересна другая тенденция. Уже хочется про молодых спросить. Ведь на самом деле эти вот процедуры, да, по улучшению себя, они же характерны не только для женщин 50+, сейчас очень много молоденьких девочек, которые всем этим занимаются. А это про что? Это про две вещи. Я, кстати, про одну из них продолжаю говорить с навязчивой и тупизной, долбиться в одну и ту же историю. Когда человек не ориентируется на себя, а ориентируется на какие-то внешние, да, какие-то внешние у него ориентиры, внешние мнения, на кого он опирается. Какие девочки видят и говорят, им говорит косметолог, уже сейчас надо, а то вот такой станешь и показывают какую-нибудь страшную, значит, состарившуюся звезду. И вместо того, чтобы задаться вопросом, это, кстати, совершенно два разных вопроса. Окей, а какой я хочу быть в 60 лет, так, чтобы я себе нравилась? Они говорят, какой я не хочу быть в 60 лет? Это два абсолютно разных вопроса, потому что, если я говорю, какой я хочу быть, ну, например, ты находишь пример офигенных женщин и видишь, что у них ненатянутое фарфоровое там пластиковое лицо, они живут интересной жизнью, они там энергетику раскачивают, что-то делают, какие-то проекты создают, и ты туда идешь. А если тебя начинают пугать, вот что-то такое станет, что ты, ну, как говорят мотоциклисты, куда смотришь, туда и приезжаешь, да, то начинают такие девочки бояться старости и начинают делать вот эти все уколы, как бы превентивные меры, но по факту это делает только хуже любой косметолог, скажет, что хуже, ну, просто сама отвыкает, что надо вообще, в принципе, что-то делать самой, да. А второй момент здесь есть, вот какой. И это же тоже трагедия нашей культуры, что по сравнению, допустим, с тем, какая она была, или с клановыми какими-то, до сих пор есть еще клановые какие-то культуры, там из поколения в поколение учат, что такое быть женщиной. Мы же не знаем. Ну, а там прямо, ну, маленькая девочка растет, вот, например, я вот даже сейчас вижу, у меня есть семья знакомая, они живут вот на Ольхоне, я вижу, как маленькая девочка, она не ходила ни в садик, никуда, она просто растет с мамой, со старшей сестрой, и она с самого начала уже там помогает что-то петь, что-то моет, там что-то делать, стирает, красит себе все. То есть она учится быть женщиной в быту прямо здесь. А если у девочки нет такого опыта, или она видит ровно это, что мама в 45 лет только и разговаривает про то, как она сделала операцию на груди здесь, 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 то она учится быть женщиной так. И вот это вот, мне кажется, что чудовищное, что произошло. Сейчас есть такой термин сексуализация, с которой очень сильно борются там, и, кстати, современные молодежи, современные девушки, это прямо у них очень такой момент. Я так наблюдаю чуть-чуть за 20-летними, они, это вообще удивительно, я не хочу, там могут молодому человеку сказать, не надо меня сексуализировать. Он говорит, я тебя люблю, я тебя хочу, фу, какая гадость. Я говорю, да, ну ладно, странно, ну окей, ну, ой, да, потому что, не надо, вот я гораздо больше этого, я личность, не надо меня сексуализировать. То есть другое пошла уже, да, мать в другую сторону, отклонился. Так вот, в любом случае, чем раньше я себе задаю, я все туда же, про свои уже, на свою любимую волну, свою любимую песенку пою, чем раньше я себе задам вопрос, а я вообще кто? А что такое для меня быть женщиной? Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши девчонки? Уход за собой, что это? Это декоративная косметика? Это инъекции красоты? А может быть, это массаж вообще? А может быть, это спорт? А может быть, это здоровый образ жизни? А может быть, это регулярный секс? А может быть, это флирт? А может быть, это творческая вообще реализация? Потому что очень многие эти девочки, они все хотят быть актрисами, когда им три года. Им объясняют, что из них ничего не получится, и они стараются хотя бы так это реализовать намерение, вместо того, чтобы честно взять и сделать уже это. Сейчас же к чем кайф-то времени? Почему я так, опять же, за все хватаюсь? Потому что сейчас, пожалуйста, снимай YouTube-канал свой, делай, вот все, ты уже становишься СМИ. Снимай кино, пой песни, записывай, обрабатывай звук. Там сейчас куча приложений, ты на телефон можешь снимать видеоклип. В чем проблема вообще? Кого ты ждешь? Каких продюсеров? Знаешь, мне кажется, проблема заключается в том, что люди хотят быстро, бесплатно и без усилий. Да. Хотят волшебную таблетку. Вот я съем ее, похудею, помолодею, там не знаю, что там найду мужика и так далее. Ну да. А существует эта таблетка? Да, конечно же. Она существует на всех маркетинговых курсах. И за нее, собственно, все и платят. Она не работает, конечно же, но она, конечно же, существует и стоит очень больших денег. Очень. И чем дороже, тем лучше, конечно, плацебо такое. Ну, ты же понимаешь, это комплекс халявщика, он же комплекс жертвы. Что такое комплекс жертвы? Это, кстати, так не выглядит, как комплекс жертвы. Кажется, нет, я неправда. Правда. Потому что жертва – это тот, кто не берет на себя ответственность. Потому что кажется, что вот ответственность – это фу. Наоборот, ответственность – это когда я могу системой управлять, сделать, что я хочу. Я взяла на себя ответственность, я за это отвечаю, все, это мое, я этим рулю, я за рулем езжу, я куда хочу, туда и еду. А тут я вынуждена все время с водителем такси ругаться. Тем он маршрутом поехал, и мне тем садись за руль вперед. И вот это очень важно, что волшебная таблетка – это очень крутая экономическая идея эксплуатации вот этой жертвенности, лени и инфантилизма внутреннего. Но я хочу их оправдать тоже. Инфантилизм – это защитная реакция против обесценивания. Как в стишке «Пирожке» во мне уже убит любовник, сантехник, повар и поэт. Кого еще убьешь, Оксана, своей критикой кого? Когда ребенок, ребенок и девочка растет в такой среде, что ей говорят, что вот это плохо, так нельзя, здесь у тебя не оттуда растут руки, за это вообще лучше бы не бралась. Она говорит, хорошо, я, значит, ни за что не буду браться, в принципе. Ну, само пусть как-нибудь. И вот по-настоящему само вот эти вселенские подарки, они приходят не к ним, они приходят к тем, кто что-то делает. Кстати, сказка про Золушку в этом смысле потрясающая, потому что ее неправильно рассказывают. Ее рассказывают, что вот просто тупо девчонке повезло. Это не так. Девчонка всю жизнь батрачила, как не в себя вообще. Просто все время что-то делала, еще и она, мало того, не просто что-то делала, она еще и не позволяла себе гневаться или там как-то выступать по этому поводу, а еще и смирялась все время, духовную практику делала. Вот она и получила в ответ. В этом дело-то, что человек что-то делает все время, а кажется, что он просто ему ни за что, он там ни хрена не делает, только... Мне тоже очень смешно, вот недавно кто-то сказал, ой, да ты что-то ничего не делаешь, только в телефоне сидишь. Я говорю, ничего себе. Говорю, у меня ответов на сообщения четыре часа в день занимает. Ничего так. Все тебе так легко дается, конечно, потому что я так настроила систему, что нелегко мне неинтересно. поэтому мне не то, чтобы дается легко, а я выбираю то, что легко, а то, что нелегко, не выбираю, но кажется их глазами, что это волшебная таблетка. Это не так. И я, кстати, в иллюзии разбиваю просто регулярно, как мыльные пузыри лопаются люди. Я неудобна для них, они меня не любят. А если человек себя обесценивает, ну, говоришь сейчас как раз про то, что все легко дается, как правило, это мнение, и оно, кстати, его очень много слышится от людей, которые сами себя обесценивают. Ну, действительно, как бы, как увидеть плоды своего... Потому что они обесценивают себя, и другим запрещают тоже радоваться, наслаждаться жизнью, говорят, мне плохо, и тебе пусть будет плохо. А противоядие от этого есть какое-то? С чьей стороны? Ну, давай разберемся. Со стороны тех, кто обесценивает, и со стороны того, кто обесценивает, но в первую очередь, сам себя? Тех, кто обесценивает, если они обесценивают меня, вопрос, что я делаю рядом с ними. А на самом деле противоядие одно и то же. Вопрос, что я здесь делаю, чего я хочу, из каких кубиков я состою, из чего я хочу из себя делать. Потому что в каком смысле ты, это твое окружение, да, тоже есть такая идея. Кем я себя окружаю, зачем я окружаю себя людьми, которые все время во мне убивают сантехника повара и поэта. Зачем? А вдруг есть где-то рядом люди, которые меня ценят. Давай расскажу про эту притчу, пирожки, какие-то злобные истории. Давай что-нибудь красивое расскажу. Есть суфийская притча такая очень красивая про то, как к одному суфию пришел ученик, он с ним работал несколько лет и говорит, там, суфий говорит, все, ты уже выучился, иди уже дальше, преподавай там, говорят, нет-нет, ну что ты, я ничего не стою, мастер, нет, я еще не научился, я считаю, что ты научился. Говорит, нет-нет-нет, я еще ничего не стою, нет, я не понимаю, вот там я куда-то там ходил, там меня встретили очень негативно, я еще не готов. Ну то есть обесценивался, суфий сказал, я понял, ладно, правда, давай еще поработай у меня, вот тебе перстень, он так себе перстень снял, там ему говорят, вот тебе перстень, отвези его, пожалуйста, сейчас на ближайший рынок, там есть лавка, как это называется, ломбард, и только не продавай, только оцени, хорошо, пусть они оценят и принеси назад. Он говорит, хорошо. Ну, он превозвращается вечером, говорит, да, знаешь, я сходил на рынок в ломбард, и они сказали, что больше 40 золотых монет они за него не дадут. Он говорит, я понял. Продать? Он говорит, нет. Бери этот же самый перстень, езжай в столицу, вот тебе адрес, там живет ювелир, к нему отнеси, тоже не продавай, но пусть он оценит. Ну, он собрался, уехал в столицу, через неделю возвращается с круглыми глазами, говорит, знаешь, мастер. Я к нему пришел, он сказал, а, я знаю этот перстень, этот перстень мастера. Он все-таки, значит, надумал его продать. Ну, скажи ему, что надо было соглашаться, когда я предлагал 1200 золотых монет, теперь только 900. Чему тебя научила эта история? Он говорит, а чему она должна была меня и научить? История очень простая. Не предлагай свои драгоценности тем, кто не может их оценить. На рынке они не могут это оценить, у них нет, нет, нечего, критериев нет. Поэтому очень важно понимать, кто ты, чего ты стоишь и как ты это оцениваешь. И находить себе такое окружение. Это очень важно. У меня, кстати, был однажды кризис творческий. Кстати, смешная история. Была прям, ну как смешная? Тогда я прям заболела ангиной, у меня прям был творческий кризис. Мне очень важно было понять, насколько я творческий человек. Потому что я же напоминаю, что я из инженерной среды, и это все непонятно было мне совсем. Поэтому я подумала, а где у нас оценивают творчество? Думаю, надо пойти сдать какой-нибудь творческий экзамен, где оценки за творчество стоят. Существует же. А было как раз время, вот было начало июня, я уже была взрослая, мне уже было 28 лет. Думаю, о, можно сдать экзамен какие-нибудь вступительные в какой-нибудь творческий вуз. Посмотрела, где сейчас идут экзамены, куда идет прием, вот в ГИК. Думаю, на режиссерский там надо было уже готовые какие-то фильмы показать, нету. На актерский, думаю, даже это я и не собиралась. На сценарный надо рассказы принести. А у меня рассказов много было на тот момент. И типа вот уже завтра последний день приема документов. Я быстро все документы собрала, все написала, сдала там автобиографию. Я не знала, как правильно. Я просто вот то, что у меня было. И меня встречал мастер, фигуровский был мастер, мастерскую набирал. Он меня встречал вот так с распростертыми объятиями. Я хочу на вас посмотреть, потому что я так его рассмешила. Я написала очень смешное, как это называлось? Это автобиография надо было написать. Я не знала, как. Оказывается, был шаблон. А я написала, здравствуйте, меня зовут Татьяна Мужицкая. И спасибо маме, что она не назвала меня ни Надей, ни Верой, ни Любой. Потому что мужицкая надежда и мужицкая вера – это бутылка водки, а мужицкая любовь – это просто порнография какая-то. Вот поэтому возьмите меня в авгейке, я буду писать комедии, и возьму себе псевдоним «Мужицкая любовь». Вот. И он просто вышел и говорит, подождите, я хочу посмотреть, где это мужицкая любовь. И просто интересно, как она выглядит. Да, рыжая. Это была прям рыжая. Это рыжая. Ну, понятно, все. Все нормально. Я буду делать все для того, чтобы тебя взять, сказал он мне. И дальше я набрала довольно высокие баллы за творческие конкурсы. Даже сдала устную литературу, я же в физмат-школе училась. Какая устная литература? Мне 28 лет. Что вы говорите? Было 11 лет назад. Нет, я поступила тут. Я не училась там. Ну, я поступила и поняла, что, наверное, вот это та система, оценке которой я могу доверять. Все, я успокоилась, что я творческий человек, пошла жить дальше в своей прекрасной жизни, там, работать. Все, сейчас я уже достигла того, что я могу себе позволить заниматься творчеством. И это не то, от чего зависит мое благосостояние. То есть я зарабатываю другим, поэтому могу пробовать смотреть обратную связь. И вот это важно, потому что люди, у них в голове вот эта вот какая-то каша, что они сами себя оценивают плохо. И тут же находят вот этот нарратив, тут же находят подтверждение, и вот этот плохо меня оценивает, и вот этот. И вот здесь я тоже некрасивая. Ну, точно, конечно. Я однажды так страшную историю. Очень страшную историю. Прям очень страшную. Прям зашкварную, как сказали бы мои дети. Моё сейчас краснее. Очень страшная история. Я ходила, дети были в детском саду, я ходила в фитнес. Блин, знаешь, покраснела. В фитнес я ходила, понедельник, среда, пятница, по утрам детей отвезла, в 9 утра никого там не было. Я ходила с тренером заниматься, и никого нет там. Я одна, ну, ещё там, может быть, одна девушка, ну, и какие-то качки, которые регулярно там, мне казалось, живут просто, и всё. И всё. И ходила, себе спокойно занималась. А тут, значит, я тогда ещё весила там килограмм 120, ну, нормальная такая мама. А тут, значит, я же не слежу за днями недели. Это был какой-то, то есть это была тоже среда какая-то, но был какой-то праздник, типа 12 июня, выходной день оказался. И в женской раздевалке оказалось полно народу. Мало того, этот народ был как-то хорошо друг с другом знаком, видимо, потому что, когда я зашла в... Я когда зашла в раздевалку, они там обсуждали интимные стрижки и друг другу их демонстрировали. Там конкурс какой-то устроил. Вот. А дальше мне, значит, моя тренер звонит, говорит, Таня, а ты где? Я говорю, а я еду по третьему транспортному кольцу. Она говорит, подожди, я только что видела, что ты зашла. Я говорю, да. Я зашла, и как-то вот даже не заметила, как я вышла. Меня прямо вынесло оттуда. Я просто не смогла раздеться. Мне надо было перететься в форму, но я поняла, что в конкурсе я участвовать не могу, как бы не готовилась. Простите, я сейчас не могу. И меня просто оттуда вынесло, и я уехала. Я даже этого не осознала. Я просто... Она мне посмотрела, я говорю, я плачу занятия, но просто я не могу войти сегодня туда никак. Прости, это просто вот... Потому что зачем мне себя на этот конкурс вести такой красоты, к которой я не готовилась? Ну, это же прямо объяснение. Лучше пойти туда, где я готовилась, пойти там на конкурс авторской песни, выиграть его, или там спектакль поставить. Или правда, ну, ты говоришь там про фотосессию в белье, то же самое. Ну, конечно, это же было красивое белье, это же не просто... Я же действительно купил шикарного белья, которое мне хотелось его вывести, как на бал. Цвет. Я себе организовал, я же тоже не пошла всем это типа на улицах вручать в качестве открытых, господи боже, нет, конечно. Мало того, я там еще была целая история, почему я это рассказываю, история была психологическая, совершенно про трансформацию, про принятие себя, не просто так, вот смотрите все. Нет, конечно. И там, в общем, ну, довольно-таки это все со вкусом, как мне кажется, все-таки было как-то сделано. И вот это важно, куда ты себя несешь, на какой, условно говоря, конкурс какой красоты, потому что наверняка на каком-то конкурсе ты окажешься на последнем месте, зачем такой конкурс-то искать, когда можно найти тот, где ты самая звезда, и вообще его организовать, я считаю, надо. Если ты хочешь конкурс, организуй, сразу под себя подбери все параметры, скажешь, вот такой у нас конкурс, и все. Тань, а вы с мамой вообще вот, ну, обсуждаете эту тему возрастных изменений и того, что там как за, так сказать, за рубежом еще 20-30 лет? Ну, с мамой мы вообще на любые темы сейчас уже можем говорить, и это даже забавно и интересно бывает. Но не так, что там будет. Ну, тоже как-то мы говорим, что вот есть какие-то примеры там перед глазами, какие-то ее подруги, там, ну, старшее поколение, которое было, да. Конечно, обсуждая, мама тоже говорит, что она понимает, что она не становится моложе, и ее, конечно, это волнует, но не в смысле, что у нее морщины появились, а в смысле, что память подводит уже, она там все время говорит, можно что-нибудь для памяти, она приходит к врачам, а неврологи говорят, слушайте, у вас все согласно возрасту, у вас прекрасное, твое-твое-твое, замечательное здоровье, не гневите богу, что называется. Она говорит, ну, блин, говорит, вот. Но она тоже себя нашла, то есть мама, мама для меня потрясающий пример, надо тебе сказать. Она очень меня удивила тем, что она вот, например, два года провела на Ольхоне, не вылезая, Ольхон, это остров на Байкале, на вопрос, ты в Москву-то собираешься, сейчас она собирается приехать, потому что ей что-то надо там с документами поделать просто, ну, и говорит, что-то, да, просто уже сменить обстановку немножко заскучала. Так она говорит, я там каждый день хожу по три километра, я себя прекрасно чувствую, у меня там все придумало развлечение, у меня там все время есть какие-то дела, чем я занимаюсь, зачем мне в этой вашей Москве с этим тяжелым давлением, где-то погода меняется, я на это реагирую, а тут все замечательно, свежайший воздух, и я хожу, она там ходит реально к движению жизни, ты еще этого не понимаешь, а я если день не похожу, мне потом очень трудно, у меня там суставы уже начинают скрипеть, давай, начинай раньше, ну, я пока, у меня еще есть запас, вот, но я смотрю на нее и поражаюсь, то есть она совершенно не была спортивным человеком никогда, из того, что я и помню, может быть, до моего рождения и была, как она рассказывает, но я этого не знаю, то есть меня она не учила быть спортивной женщиной, но глядя сейчас на нее, как она там с этими палками гуляет по лесу, я уже запыхалась, мы с ней, я приезжаю, я запыхалась, ну, класс вообще. А вот, ну, для себя такое, не знаю, там, отъезд, например, исполнится какое-то количество лет, и вот тоже взять, да и уехать на Альхоне. Да, слушай, она этого не планировала, и я тоже этого не планировала. Если бы мне кто-нибудь показал бы, вот мне, допустим, 35 лет, я говорю там, встречаю волшебника, он говорит, хочешь посмотреть на себя 45 лет? я такая хочу, и он мне показывает, как я, значит, на Альхоне, там, вот из стройки руковожу, сортирую нас на улице, и мне в лицо брыжет, значит, какая-то грязная жижа, и я кричу ура и плачу от счастья. В смысле, скважина у меня на участке появилась, первая вода пошла, и дрова у меня тут, и я обнимаю дрова и говорю, я бы сказала, что, с ума сошли? Это что за отврат... Это что это вообще? Что за деградация? Это как такое вообще, в принципе, со мной урбанистом может быть такое? Фу! Да? Мне кажется, невозможно это спланировать. Допускаю ли я все, что угодно допускаю? Начиная с того, что я могу уехать на Альхон, у меня там теперь, кстати, дом с камином, я могу там жить вообще зимний, пожалуйста, заканчивая тем, что я там, не знаю, могу с каким-нибудь прекрасным молодым человеком, любого, кстати, абсолютно возраста, уехать в кругосветное путешествие. Потому что чем дальше, тем свободнее становлюсь. У меня дети уже практически взрослые. И самостоятельные. И меня вообще мало чего уже тут держат. Раньше я все ржала, что меня звали там, поехали в Доминикану или поехали на Кубу. Я говорю, не поеду, что с ума сошли. Вот почему? Говорю, я оттуда не вернусь просто. Это ужасно, как мог. Это невозможно. Поэтому, а сейчас я не обязана возвращаться. И такое тоже может быть. Все что угодно может быть. И вот это как раз самое интересное, если я об этом и говорю, что самое интересное, не знать, что там будет точно, опробовать все время, собирать себя из этих кубиков, смотреть, а вот такая конфигурация, куда меня приведет, а вот такая. Но только при этом очень важно, соответственно, чтобы на месте все-таки были мозги, что есть необратимые изменения всякие. я, например, организм сам уже, уже, кстати, в этом году будет 10 лет, как я не пью алкоголь совсем. Вообще нет. Да, ну, окей, организм сам так решил, я его очень в этом поддерживаю, очень радуюсь. Эта идея про то, чтобы вообще туда вот не заглядывать, очень сильно противоречит всем многочисленным марафонам желаний, где, знаешь, как надо визуализировать свое будущее, где ты сидишь, какой дом, все в мельчайших подробностях, какой мужчина рядом с тобой, какими личностными характеристиками он обладает и так далее и тому подобное. Я бы уже написала книгу про исполнение желаний, и ничему оно не противоречит. Просто вопрос, что такое ближайшее будущее и сильно далекое будущее. Я говорю о том, что, как бы это сказать, в НЛП, которому я верна и очень люблю это направление психологии, там есть очень четкое определение того, что такое ресурс, ресурсное состояние. Это не то, когда мы все ходим и улыбаемся, а когда у тебя есть минимум три варианта выбора в любой ситуации, вот тогда у тебя ресурс. Если у тебя только одна картинка, что ты сидишь вот такая у камина и рядом вот такой вот мужчина, вот такое все в деталях, хорошо, но тогда очень важно снять кино, как ты живешь в этом. Потому что в картинку такую, в фотошопе можно сделать сегодня. Фотошоп, нейросеть тебе нарисует, еще лучше даже. Надо понять, чем ты живешь, что внутри тебя делает счастливой, и тогда у тебя будет выбор. У камина ты сидишь, у океана ты сидишь, или ты вообще бегаешь, а вовсе не сидишь. Мужчины рядом с тобой, не знаю, женщины рядом. Сейчас уже, знаешь, тоже всякие есть варианты. Я даже не это имею в виду, про что ты подумала, потому что это сейчас вообще запрещено на эти темы говорить. А я на полном серьезе. Прямо знаю, мне тоже недавно написала женщина, удивительно, я счастливый человек, потому что мне люди пишут, вот такая система самоподтверждающаяся. Она говорит, я никогда не думала, что для меня вариант в кавычках пенсии окажется таким. Мы живем вдвоем с подругой, нет, не в том смысле, в котором вы тут подумали, мы, как называется, компаньонки. Мы уехали в Индию и живем в Индии, уже у нас там оставила пандемия, ну, она там случайно нас застала, да, мы там застряли и поняли, что нам там отлично. Вот именно в таком составе. Мы живем вдвоем, очень удобно вести быт. Мы абсолютно, и в этом нет ни малейшего, вот этого вот всякого вашего, понимаете, толерантного европейского, нет. У нас у каждой своя жизнь, но очень удобно именно вот в такой конфигурации жить. И если бы меня спросили 20 лет назад, вот что такое, а мы говорим, обеим по 60 лет, что такое, типа, ну, пенсия красивая. Вот меньше всего я могла себе это представить, что мы там занимаемся йогой, ездим на какие-то эти все ретриты, тут все нам отлично. Удивительно. Поэтому мне как раз кажется, что, конечно, это отличается вот от чего, что запланировать вот этот успешный успех, вот эта очень опасная конструкция, она очень хрупкая. Человек кажется, что он очень уверен, и у него мощная опора, но на самом деле это очень уязвим, потому что он не гибкий. А если ты на себя опираешься, то можно запланировать, что я в любом своем возрасте абсолютно счастлива, окружена прекрасными людьми, у меня достаточное такое благосостояние. Например, для меня очень четкий был критерий, когда у меня столько денег легальных совершенно, которыми я распоряжаюсь, что я могу принимать решение, не глядя на деньги. То есть я выбираю там условно еду, потому что она вкусная, не важно, сколько она стоит в меню, или, например, там одежду или обувь, потому что она мне нравится, и не важно, сколько она стоит, тысячу рублей или там 50 тысяч, какая разница? Ну, вот это свобода, да? И вот тогда я могу в марафоне желания это и прописывать, что я в любом случае здоровая, счастлива, окружена прекрасными людьми, занимаюсь интересным делом, и не важно, я из ракушек браслеты плету где-нибудь в Доминикане, или я пишу книги и выступаю на научной конференции в Сарбоне, ради Бога, и тогда я счастлива. И вот это очень важно, мне кажется. И ничему не противоречит. Ну, было одно интересное исследование в области как раз достижения успеха по жизни, не только внешне и внутренне. Вот попутно выяснилось, что люди, мы люди, очень зависимы от окружения, и что мы можем заражать друг друга не только бактерии успешности, но и, в принципе, инициировать разного рода значимые перемены в жизни. Бактерии успешности, мне кажется, продюсеры должны за это ухватываться и говорить, что успешность половым путем передается. Мне кажется, это прямо... Они так и делали в 80-е годы. Так, ну-ка, ну-ка, извини, я отвлеклась, пишу. Смысл заключался в том, что вот мы можем чем-то по-настоящему вот так заразиться, только если мы искренне, очень тепло общаемся с другими людьми. Но ты делаешь это очень искренне и тепло, но одной мужицкой на всех не хватит. Не хватит. Поэтому я всегда говорю, давайте все вместе, несите это дальше. Меня кто-нибудь встречает, когда на улице? И Татьяна, как я рада. Спасибо вам, что вы делаете. Я всегда говорю, классно, берите, несите это дальше. Пожалуйста. Очень важно, чтобы у нас таких было больше. Ну вот, а как быть тогда? Потому что люди сейчас очень закрыты, не доверяют друг другу. Как же вот тогда... Не ходить своих. Конечно, то, о чем ты говоришь, это всегда так было, когда, например, человек... Судьба могла у него профессиональная зависеть от того, какой учитель у него был в школе. Вот по какому предмету был самый заряженный, обожающий, влюбленный в свой предмет учитель. Вот этим человек мог знать химиком, биологом, там, журналистом. Как повезло с учителем, если, да? Ты понимаешь, потому что я говорю, у тебя, может, тоже такой был кто? У меня точно. И в психологии у меня такой учитель был, который меня поверил. И, собственно, вот действительно, вот у Пелевина в произведение «Ампир В» там вампиры друг другу язык так называемый передавали, вот, да, передал, прям, ну, жесткий диск, условно, переставил. Надо, чтобы действительно какое-то такое заражение происходило. Безусловно. Потому что мы люди, у нас есть зеркальные нейроны, мы стайные существа, и нам не все равно, в какой стае быть. И один из очень мощных подсознательных страхов человека быть из стаи исключенным. Да, почему мы боимся одиночества? Потому что он невыносимо, не мог выжить вне стаи, да, биологический элемент. Но здесь, опять же, есть выбор, к чему ты хочешь принадлежать, где твоя стая. Есть понимание, даже сейчас у современных психологов это называется «Выбранные семьи». Когда человек в своей семье не находит поддержки, он находит, как бы, там, семью друзей или коллектив, где ему хорошо, и вот он его считает семью, и там варится. И мне кажется, что вот то, чему надо бы научиться самим и научить детей, это находить своих везде. Сейчас, опять же, для этого есть все возможности. Нам гораздо сложнее было в 80-е годы. Мы ходили в школу по... Мы ходили в школу по району, у меня не было выбора школы. Это только сильный блат был. Соответственно, там, ну, кружки, секции, тоже было какое-то очень ограниченное количество, и двор, и где искать своих. А сейчас есть интернет. Помнишь, когда-то нас растили, что как этот человек должен не ждать милости от природы, а вырвать у нее там, типа, эти богатства из недр земли. Не надо ничего вырывать, но и милости ждать не надо. Надо самому смотреть, из чего я хочу, из чего я осознанна, что мне нужно для счастья. Как только... Это первая очень важная часть. Как только есть ответ на этот вопрос, следующий вопрос, где это водится, где это найти. И может оказаться, что, оказывается, такое есть. И есть люди, где встречаются... Пожалуйста, кстати, к вопросу о женщинах, которые вышли замуж после 60-ти. У мамы на работе была прекрасная коллега, которая очень активная всегда была. Она всегда очень... И когда уже там, ну, тоже уже там у них организация распалась, инженерная, на пенсию ушли, она стала заниматься вышивкой. И у них был какой-то огромный международный чат тех, кто вышивкой занимается, форум какой-то. На этой почве. Они там обменивались с каким-то схемами, что-то еще там какие-то. Наверняка замороченные чем-то люди друг друга понимают. Собачники бывают. Так вот она познакомилась с мужем, там замуж вышла за чувака, ты мне подарила колье мужчины, который вяжет интересные вещи, а там она человек вышивал и компьютерные программы составлял по рассчитыванию вот этих вот. И она с ним познакомилась, он откуда-то из Прибалтики был, она уехала к нему и где-то там в Прибалтике на хуторе живет. Это было уже сильно после 60-ти, уже так около 70. Отлично просто. Потому что общие интересы, общий язык, понимание. И вот мне кажется, что самое главное сейчас, но это не работает, если у тебя внутри нет поисковика. Надо в поисковик что-то вбить. Потому что просто Google, то, что он, или Яндекс, то, что он у тебя в телефоне есть, он тебе никакой пользы не приносит, пока ты не ищешь в нем что-то. Для того, чтобы что-то туда вбить, в этот вселенский поисковик, надо понимать, чего я хочу. Для того, чтобы понять, чего я хочу, надо понять, я вообще кто, где я нахожусь и куда, в принципе говоря, я хочу идти. Для этого надо понять, от чего я, в принципе, всю жизнь получаю удовольствие. Вот мне книга «Брать давайте наслаждаться» моя в каком-то смысле про это. Но вот это простая схема. Опять ты мне будешь говорить, что это страшно и сложно. Я буду говорить, да, если ты жертва, то это страшно и сложно. И очень призываю ей не быть, потому что я говорю, что все можно, но тебе все можно или все нельзя, когда ты взрослый. Вот тогда тебе все нельзя. А что значит взрослый? Значит, ты на себя берешь ответственности вперед. Классная формула, на самом деле. Мне кажется, что если хотя бы один раз попробовать первый шаг, вот этот шаг, посмотреть, от чего я получаю удовольствие, где находятся мои ценности, уже будет ощущение вот какой-то такой обратной связи, и что опа, пошла, тепленькая, пошла. и такой самооценки не существует же. Она никогда не самая. Нет, нет. Она всегда, то, что говорят серьезные коллеги-психологи, интериоризированные чьи-то мнения. Ну, то есть, когда человек чужие глаза какие-то в себя поместил и именно себя смотрит, да, и говорит, ой, что-то все не дотягивает. Вот, да, как у меня была учительница в третьем классе, Мария Ивановна, кстати, и правда так звали, понимаешь, какой-то архетипический персонаж или цитно, назвали Мария Ивановна. У нее была такая фраза «Че это где-то?» И она, мама моя очень смеялась, у меня мама адекватная, слава богу, была. Она приходила с родительских собраний и хохотала просто и рассказывала мне «Мария Ивановна твоя, конечно, прелесть». Она говорит «Таня мужицкая, конечно, хорошая девочка, но че это где-то недорабатывает?» «Че это где-то недорабатывает?» Слава богу, что мама это со смехом сказала. И у меня Мария Ивановна это в голове не поселилась. А могла бы сказать «Че это где-то недорабатывает?» И тогда этот голос мне бы в 50 лет говорила «Вот, хорошее интервью дала Ире, но че это где-то недоработало?» И капец, как с этим жить-то дальше. Поэтому очень важно, что у тебя там, что это где-то, что у тебя там за команда внутри тебя сидит, которая тебя оценивает. Что это такое-то? Мне надо нормальную команду внутрь набрать. Уволить. Да? Мария Ивановна. Да? И взять Иру, например, или меня. Вот я буду смотреть и говорить «Гениально!» Или как Полунин. Он же мне очень нравится, как он рассказывает. Ну, я с ним не работала, но я очарована тем, как он рассказывает. Он говорит, что после каждого спектакля он к своим актерам приходит и говорит «Ну надо же! Ну опять прекрасно! Ну как же так? Ну опять великолепно! Ну как? Что ж вы делаете-то? Ну опять самый лучший спектакль!» Вот пусть такой Полунин сидит внутри и говорит «Не знаю, как вам это удается, Мне кажется, а это еще одно и, наверное, самое основное и главное правило, которым можно вырастить своих детей в этом бурно меняющемся мире, приближенном к счастливым. Мою песню им ставить про любящие глаза. У меня же есть про это прям песня, в которую встроена технология. Смотрю на себя чужими глазами, смотри на себя любыми глазами, просто люби себя. И вот, между прочим, ты говоришь про детей, слава богу, современные мамы уже тоже начитались много всего, и они понимают, что их голос останется у ребенка навсегда. И когда у тебя, как у мамы, есть выбор сказать, да у тебя опять-то руки не оттуда растут, как ты зашнуровал ботинки, посмотри на себя, неряха ты этакая, или сказать, как я тебя люблю, ты у меня самый лучший, ты всему научишься, давай продолжай, и вот, кажется, у нее начинают понимать, что хорошо бы остаться в голове у ребенка вот таким голосом, который говорит, что у тебя все получится, а не вот это вот. Какая ты красавица, Танечка, какая умница, спасибо, что пришла. Вот такой голос, пожалуйста, сохраните в голове. Да, так что, Ирочка, спасибо, какая же ты невероятно гибкая, тонкая, глубокая и талантливая, и что, что красотка, это ты и так знаешь. Я тебе тоже с удовольствием об этом скажу. Пусть такие у нас живут голоса. Вот слушайте, ну правда, возьмите Иру или меня. Субтитры сделал DimaTorzok